МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! В эфире канал Культура в студии программы Наблюдатель Андрей Максимов. Золотая черепаха – это вовсе даже не волшебный какой-то зверек, как вы могли бы подумать. А это название 7-го международного фестиваля дикой природы, который происходит сейчас в Москве. И сразу после новостей я вас познакомлю с людьми, у которых хватает терпения, таланта, страсти снимать настоящую подлинную дикую природу. Еще раз доброе утро! В студии программы Наблюдатель Андрей Максимов говорим сегодня про 7-й Московский международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Будем смотреть фотографии, совершенно уникальные. Но прежде я хочу вас познакомить. Сегодня очень много гостей в студии, аж 4 человека, все такие замечательные, удивительные. Буду представлять гостей постепенно. Олег Пантелеев, президент 7-го Московского международного фестиваля дикой природы, президент Союза фотограф-натуралистов. У нас... Это вы, да. Здравствуйте еще раз. Доброе утро. У нас такая традиция, что сразу после новостей культуры наши гости рассказывают новость культуры, которая их поразила в последнее время более всего. Какая новость будет от вас? Кино посмотрел. Фильм хороший, на самом деле. Я занимаюсь природной фотографией, поэтому меня поразила вообще операторская работа. И все показано, как природа. Жизнь пи. Как? Жизнь пи. Жизнь пи – хорошее кино? Я считаю, что прекрасная операторская работа. Я думаю, что мы еще услышим потом и наградах этого фильма, и все. На самом деле, я отсидел вот эти два часа в кинозале. Ну, в общем-то, на одном дыхании. Я считаю, что это удачный фильм о природе. Замечательно. Спасибо большое. Александр Мисков сидит слева от меня. Человек, который придумал этот фестиваль, исполнительный директор фестиваля «Дикой природы». Новость от вас? У меня, наверное, две новости. Первое, что меня недавно очень порадовало, это большая выставка «Нонфикшн». Порадовала тем, что после нее у меня сын начал не останавливаясь читать. Это для меня очень здорово. Ему сейчас 11 лет. Отлично. И вторая новость – это, наверное, кино все-таки. Меня порадовал фильм «Хоббит». Не то не своей работой, а просто тем, что я его ждал. Как раз в 10-летнем возрасте я прочитал эту книгу. Она меня воодушевила. Была совершенно новой по сравнению с другой литературой. И я, в общем-то, ждал этот фильм. Сергей Доля. У меня написано «Блогер-путешественник». Представляет движение «Блогер против мусора». Подробнее об этом движении, обо всем поговорим. Но сейчас новость от вас. Вы знаете, по дороге сюда. Я смотрел фильм «Артист». Честно говоря, фильм уже не новый. Но я его только начал смотреть. Посмотрел, наверное, первые полчаса. И мне прям даже было жаль, что мне пришлось закончить его смотреть. Остановиться, прийти сюда. Сейчас, когда вернусь, досмотрю. Хочется извиниться, что мы оторвались от просмотра фильма. Но я думаю, что, может быть, у нас не скучно. И, наконец, справа от меня Михаил Родионов, который представляет на фестивале свой фильм «Я видел у Лара». И канал «Культура» предполагает этот фильм показать. Поговорим еще, почему так важно увидеть было у Лара. Новость от вас. Ну, для меня недавним открытием стал кинорежиссер. Мне вообще понравилось, что мы все говорим о кино здесь. Ну, то есть в этот раз так, да. Кинорежиссер корейский Кинг Кидук. И вот последний его фильм «Пьета» мне очень понравился. Он там занял хорошие всякие призы получил. Я думаю, что наши зрители уже привыкли. Они берут, я надеюсь, бумажку записывают, что имеет смысл посмотреть, потому что авторитетные люди об этом говорят. А сейчас давайте посмотрим небольшой видеосюжет, который вернет нас в теме нашей программы. 19 января открылся 7-й московский международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». С него начинается год охраны окружающей среды в России. На выставке в Центральном доме художника на этот раз представлены не только работы фотографов-натуралистов из 64 стран. Из нового – документальные фильмы, телепрограммы о диких районах страны и планеты, плакаты на тему охраны природы. Из живого интерактива – детский клуб с мастерскими, конкурсом рисунков и фотографий, и мультпрограммой. Президент 7-го международного фестиваля дикой природы Олег Пантелеев. Он – идейный вдохновитель и неоднократный финалист фестиваля «Золотая черепаха». Долгое время Олег Евгеньевич увлекался охотой, но в какой-то момент осознал, что фотоохота привлекает его больше. Его работы публикуют многие журналы, среди которых National Geographic – охота, охота и рыбалка. Александр Мисков – директор фестиваля «Золотая черепаха». Ученый-эколог, голова фонда охраны дикой природы. В 2002 году по его инициативе был создан сайт «Флорэнимал» – виртуальная энциклопедия растений и животных. В период работы над этим проектом у Александра и родилась идея создания конкурса «Золотая черепаха». Сергей Доля – популярный блогер, путешественник, фотограф и бизнесмен. Организатор акции «Блогер против мусора», которая собрала более 30 тысяч пользователей социальных сетей и стала ежегодной. Михаил Родионов – оператор, режиссер, графический дизайнер. Его документальный фильм «Я видел у Лара» был награжден специальным дипломом жюри Международного фестиваля горных и приключенческих фильмов «Вертикаль». Мне кажется, что сегодня в студии собрались очень хорошие люди, потому что, на мой взгляд, плохой человек не будет снимать дикую природу. Мне так кажется. Для того, чтобы слиться с этой природой, нужно быть хорошим человеком. Олег Евгеньевич, я прав? Любить надо. На самом деле, любое дело, чтобы хорошо получалось, прежде всего, надо любить. И, конечно же, нас всех объединяет любовь к природе. Мы ее любим. Кто-то любит ее фотографировать, кто-то любит снимать ее на камеру, кто-то вообще является экологом и идеологом вопросов, кто-то очищает наш дом, нашу планету от мусора. Есть такая точка зрения, что любовь – это такое серьезное дело, такое серьезное занятие. Вот вы покажите, у вас там есть фотографии, спрятанная у нас такой рояль в кустах, есть вот ваши собственные фотографии. Любовь говорит, это встреча дух Евростыни. Вот любую, покажите фотографию, любую. Вот, например, вот эту. Ну как ее нельзя не любить? Вот скажите мне, пожалуйста, сколько надо сидеть в засаде, чтобы вот это вот увидеть? Долго. Долго – это сколько? Порой это дни, порой месяцы, а есть и годы. Я знаю такого фотографа, как Сергей Горшков, который готовился, чтобы делать снимки ему на Врангеле. То он готовился три года. А вот это как получается? Это волк и медведь, да? Да, это волк и медведь. А как получается такая фотография? Ну, совпало, что на самом деле волк, видите, тоже медведь кормится на болоте, нашел что-то там, раскопал. А волк тоже, его привлекла вот этот вот запах вот этой пищи, в данном случае это лось, утонувшая в болоте. И волк, видите, он очень боится, он прижал хвост. А вы находитесь на каком расстоянии? Я нахожусь далеко, на расстоянии здесь где-то порядка 180-200 метров. 200 метров от волка, это, мне кажется, просто нос к носу. Это съемка идет с телеобъективом, мощным. Объектив идет шестисотник и с конвертом. А скажите, а вы находитесь на расстоянии 200 метров от двух серьезных хищников. Да. Не страшно? А ружье есть? Нет, никогда, ни в коем случае. Я для этого не использую. Вообще, на самом деле, я не видел, я очень много занимаюсь с зверями, работаю с детства. Я никогда не встречал, и редкие случаи бывают, где зверь напал на человека, на самом деле. И то, когда зверь переходит, ну, вернее, человек переходит в грань какую-то. Понимаете, каждый зверь поменяет свою черту, определяет. Вот эту вот черту нельзя переходить. У одного зверя она... Да, фотографию можно пока убрать. У одного зверя она бывает там несколько метров, у другого и метр. И в разное время другое. Вот, скажем, у нас погиб один известный фотограф в свое время на Камчатке. Ситуация была в чем-то, ее ведущие ученые предупреждали, кто знает медведя, хорошо говорили, никогда не старайся беспокоить медведя, близко к нему подходить, когда он берлогу себя делает. Ну, а здесь были перейдены вот эти вот барьеры, и он действительно сблизился так, что, в общем-то, медведь стал агрессивен. Правильно ли я вас понимаю, что если знать, как себя вести, и вести себя умно, то зверь не нападет? Да, нужно знать, нужно... Вот мы начали с любви. Если ты снимаешь животное, снимаешь птицу, будь там улар или еще другое какое-то, или фазан там, нужно любить это. Нужно любить, и вообще, вы знаете, братья наши меньше, они чувствуют нас. Вот, вы понимаете, идет на самом деле вот тот же медведь, я знал случаи, где их снимают, в Финляндии, например, я работаю, Ласи у нас работает с медведями много там, и он сразу говорит, там, когда на те же самые засидки, где снимают фотографы, у них в Финляндии так поставлены, потом приходят где-то в середине августа, приходят охотники. Так вот, как только сел туда, в эту засидку охотник, зверь не появляется вообще. Они чувствуют, что ли? Ну, вот, ну, как это сказать, наверное, чувствуют. Они понимают фотоаппарат. Наверное, это телепатия. Он различает фотоаппарат от ружья. Мне рассказывали один норвег, рассказывал интересный случай, это на Норкапе было, они вместе с женой чистили рыбу, и вдруг подплыли касатки, поднялись на хвосты и стали танцевать, просто настоящие танцы стали устраивать. И вдруг муж просто ему так захотелось, продемонстрировал своей жене, взял палку, там лежало в лодке, и поднял ее как ружье. Все, все, море стало абсолютно чистым, все касатки ушли под воду, вся прелесть ушла. Олег Евгеньевич, можно сказать, бесконечно слушать, но все-таки хочется вернуться к нашему фестивалю. Вот Александр мне сказал, Олег Евгеньевич, за начало программы, что это, во-первых, вы придумали всю эту историю? Так? Ну, да, было такое, 7 лет назад. Расскажите, что-то, вот если можно, коротко расскажу, такое фестиваль, это же не просто выставка, там у вас, я знаю, много программ есть. Да, с этого года мы изменили программу и сделали, действительно, до этого проходили только, подводились результаты конкурса фотографического большого международного и демонстрировались. Сейчас мы придумали фестиваль. Фестиваль, который через различные культурные проекты должен показывать людям красоту окружающего мира, вдохновлять их на его сохранение, вдохновлять его на людей, на общественные акции. То есть, какие проекты? У нас представлены результаты большого международного конкурса экологического плаката. Это и дизайнеры, и художники работают и представляют свое мнение. Кино-конкурсы? У нас представлены и кино-работы. Вот уже о чем мы говорили, о чем Михаил еще расскажет. У нас представлены художественные работы, это изобразительное искусство. У нас программа утренняя, и я знаю, что нас смотрят очень часто родители, бабушки, дедушки, они отводят детей в школу, а потом нас смотрят. За что им отдельное спасибо. Если есть ребенок, что может ему предложить? Для детей у нас в этом году построена специальная огромная зона, интерактивная, в которой каждый день, в основном, каждый день, в будние дни это ближе ко второй половине дня, а выходной это прям с утра, с один часов и целый день, с детьми занимаются. Занимаются профессионалы, художники, люди, которые занимаются оригами, которые лепят скульпторы и так далее. Которые, опять-таки, вводя в мир искусство через изображение какого-то образа из природы, они заставляют людей приходить к прекрасному. То есть я прихожу со своим ребенком и отвожу его в интерактивную зону. Там с ним вместе начинают что-то такое делать. Он не просто рассматривает фотографии. Абсолютно так. Именно с этого года мы придумали такой формат специально. Мы все вместе, естественно, кто вот создавал фестиваль. Олег Евгеньевич, я, наша команда большая, которая... Мы создавали, мы работали вообще вчетвером. Точнее, пять четверых нас работают. Немножко не так. У нас очень много друзей, гостей, соратников. Основной штаб. Основной штаб. Тут впервые представлена зона общественных организаций, которые рассказывают о своей деятельности. Потому что к нам часто до этого приходили люди и спрашивали, а как я могу помочь? Как я могу поехать работать в заповедниках? Что я могу сделать? И сейчас представляете общественные организации, которые являются и биологическими, которые сохранят природы, и просто общественными. И не требует никаких не знаний, а просто желания помогать, участвовать, развиваться, делать какие-то культурные проекты. Вот эти организации представлены, и там с ними можно пообщаться. Олег Григорьевич, хочу вас спросить. Вот у нас в сюжете было сказано, что вы сначала были охотником, а потом стали фотоохотником. Ну, это было давно, потому что я вообще сам вырос в Сибири. А почему вы сменили ружье на фотоаппарат, что лично у меня вызывает восторг? Я не очень люблю охотников. Мне кажется, это нечестно. Ну, охотником-то я стал, потому что я родился в Сибири, и там все в окружении были охотники. Поэтому, наверное, и легко это все поменялось, потому что в основе все-таки лежало то, что люблю природу, люблю красоту. И как только, в общем-то, пришло понимание, что, в общем-то, есть ценности такие, что иногда вот видишь мгновения прекрасные просто. Я вообще считаю, что это и есть так. Фотография – это искусство. И те мгновения, которые ты видишь, тебе хочется донести их до людей. И вот я тогда увидел, что зачем? Кому ты можешь показать этого убитого животного? Даже изготовив из него, как сейчас модно, чучело, в общем-то, красоты там не увидишь. Но другое дело, когда ты это подсмотрел, вот этот прекрасный момент, при том, там не только участвует одно животное или птица, там участвует освещение природы. И вот игра всего-всего, вот вместе вот нужно все собрать. Вот как я показывал, что медведь с волком собрались, а не только. Надо еще, чтобы и солнышко здесь собралось, и капли. Давайте посмотрим, у нас есть возможность посмотреть фотографии, насколько я знаю. Давайте их сейчас посмотрим. Вот это же, это волки, да? Да, это волки. Это тоже где-то, как вы говорите, далеко, на расстоянии 150 метров находится человек. Чуть поближе, чуть поближе, но они бегут, они бегут. Но видите, что они не убегают, они бегут. Они бегут, и это прекрасно. И вот видите, мы всегда пугаем волком, что он старается. Но здесь уже более жестокая картина. Волки, ну, они должны питаться в природе. Это тоже бывает. Вот сидит человек и смотрит на это существо, и ему не страшно, этому человеку. Ну, здесь сидит не человек, здесь сидит видеокамера. И вот он, видите, даже огрызается на щелчок этой видеокамеры. И она запрятанная, фотокамера, вернее, фотокамера. И на расстоянии все это управляется различными устройствами. Мы иногда можем управлять своей фотокамерой на расстоянии до километра. Скажите мне, Сергей. Техническое оснащение. Так, а фотограф не фотографов? Вообще страха нет, когда снимаешь дико природы? Вы знаете, животных, особенно крупных животных, мы инстинктивно боимся. Но на самом деле, если изучать природу, изучать животный мир, то животные очень редко нападают на человека. Я здесь абсолютно согласен с Олегом. Потому что, поэтому, безусловно, страх есть. Конечно, где-то он внутри там сидит. Но ты понимаешь, что если ты ведешь себя в рамках, если ты ведешь не агрессивность, а по отношению к животному, если ты не пытаешься встать между медведицей и ее мамой, и ее детьми, то, в принципе, тебе ничего не грозит. А можно объяснить, в чем прелесть вот этого занятия? Вот самого занятия. Я понимаю, результат замечательный, понятно. Это понятно. А вот самого занятия тяжелая история снимать. Знаете, это тяжелая история, но это настолько интересный процесс, потому что, ну, ты, грубо говоря, подглядываешь за животным миром. Ты подглядываешь за реальными... Не в зоопарке смотришь, где они там вот в клетке своей ограничены, а ты смотришь в них именно там, где они живут. И иногда можно увидеть такое, о чем даже не подозревал, что животные могут себя так вести. Ну, ты можешь увидеть любовь матери и детеныша, да, то есть когда они вместе там играют. Можешь заметить, как они охотятся. Иногда они, ну, какие-то очень интересные моменты бывают. И вот запечатлеть такой момент, это уже как спорт, да. То есть ты пытаешься поймать момент живой природы, который тебе потом будет интересно показать остальным, интересно будет посмотреть самому. Михаил, хочу спросить у вас. Вот я, когда готовился к передаче, я понял, что, наверное, у всех людей есть свои такие сумасшествия. Вот у меня, например, такое сумасшествие, мне очень нравится беседовать с людьми. Это невозможно. Мне нравится все. Вот мне говорят, иди в наблюдатель беседовать. Я иду, мне очень нравится. А у вас такое сумасшествие увидеть у Лара? Это такое сумасшествие было, вот видеть птицу, которую мало кто видел. Это вот в чем был смысл вот этого всего? Не, ну, смысл в первую очередь был в том, что птица, эту, ну, ученые видели ее, в общем-то, она хорошо известна. Но до сих пор так получилось почему-то. Не было ни хороших съемок, ни записей голоса, ни фотографий, ни видео, ничего, чтобы показывало эту птицу. Ну, что? Ну, нет. И в этом состоял как раз азарт. Быть первым, быть первым, кто с ним. Он красивый. Он красивый. Давайте посмотрим. У нас есть такой небольшой фрагмент из этого фильма. Давайте посмотрим фрагмент из фильма с удивительным названием, мне кажется. Название, Петр Савич, я видел у Лара. Действительно, на самом деле, замечательное название. Давайте посмотрим фрагмент. Ученые установили, что у Лары стопроцентные вегетарианцы. Удивительно, как им удается выживать среди такой суровой природы. Самка неустанно разыскивает первые зеленые побеги среди прошлогодней травы и безжизненных скал. Самец следит за ней и участвует в вокальных поединках с соседями, доказывая свои права на эту часть склона. С первыми лучами солнца у Лары покидают свои излюбленные скалы и планируют вниз к более прогретым и богатым травой местам. К вечеру они вновь поднимутся в свою суровую обиду. Теперь мы тоже все можем сказать, что мы увидели Лар. А расскажите мне, как происходит, вот есть азарт снять птицу? А дальше что происходит? Ну, дальше уже технологии. То есть изучается сначала весь материал, там, литература научная и так далее об этой птице. Потом ищется возможность где-то в заповеднике. Ну, в случае с Ларом, это Кибердинский был заповедник. То есть ищется возможность попасть в те места... Что такое ищется возможность? Ну, нужно опрашивать людей, если... Те, кто видел Лара. Те, кто наблюдает, например, в Кибердинском заповеднике, они регулярно занимаются учетами. Там известно, что вот в этом месте можно встретить у Ларов, потому что птица редкая, живут они небольшими группами, ну, разрежено очень. Вот. Искать в горах просто так их, ну, это бессмысленно совершенно. Нужно обязательно посоветоваться с тем человеком, который знает. Знает мало кто. Надо такого человека сначала найти. Надо найти человека, да, обязательно. Вот. Безумная какая-то история. Потом, ну... Сколько вы снимали, как я говорю, по времени? Интересно, просто. Ну, в 10-м году две недели и в 12-м году две недели. Получается, все... А все остальное подготовка? Ну, подготовка, да. Ну, и ожидание подходящего периода, потому что короткий достаточно период, когда там можно так снимать, потому что зимой, допустим, понятно, что... Нашли человека, который видел Лара. Да. Он нам сказал, вот тут. Они прилетают чаще всего вот сюда. Дальше что? Вы сидите в засаде и ждете? Нет, ну, значит, попали в это место, где они живут. Стали наблюдать сначала издалека о том, какая вот у них суточная активность, как они перемещаются, в каких местах их можно заметить. Ходили по склонам, наблюдали за их повадками и потом, соответственно, сделали... ну, об этом всем в фильме рассказывается. Вот. То есть после всех наблюдений, суммировав их все, мы, значит, смогли снять. Самое главное, Андрей Маркович, я думаю, что здесь вот что. Вот у нас появилась определенная когорта специалистов, понимаете, вот по производству таких фильмов. Вот как и фотографов, так и признанных во всем мире, так и здесь. Понимаете, суммитиковый фурор произвел фильм французами снятый «Птицы». Ведь он по популярности, по количеству зрителей, он произошел в постановочные фильмы, ведущие, понимаете. Это огромное количество людей, миллионы, десятки миллионов людей, кто не отрываясь смотрели его и продолжают смотреть. «Птицы», «Макромир», «Птицы-2». Понимаете, большой интерес, востребованность. Мы на правильном пути находимся. А Россия, это сейчас настолько вот место, где не тронуты еще, не поработали вот так вот операторы, фотографы, художники, в конце концов, чтобы отразить природу. Это не початый край еще. Это Эльдорадо. И на самом деле нас даже побаиваются. Ваш рассказ у меня вызвал, правда, восторг, потому что какая-то невероятная работа. Это тебе не просто там собрать массовку и снять кино. Это же невероятная работа. Это огромная исследовательская работа. Давайте посмотрим еще. У нас есть фотографии теперь с медведями. Вот, глядя на эти фотографии, я хочу спросить у вас, Александр. Я знаю, что было прислано 15 тысяч работ. Из них отобрали 200. А какой принцип? Вот это вот хорошая фотография? Это хорошая фотография. А вот это почему? Объясните. Но по большому счету конкурсную, она имеет меньшее отношение, нежели другие фотографии. Почему? Есть аспекты оценки различных фотографий в различных номинациях. Было прислано около 15 тысяч работ, отобрали 163, то есть 1%. Через 4 степени. Вот это замечательная фотография, хороший портрет в весеннем лесу. Ну, чудесная какая-то движущая. Ну, вот она очень трогает зрителей. И в этом отличие то, как оценивает жюри и как оценивает... А как оценивает жюри? Вот это хорошее же, нет? Это неплохая. Но если мы говорим, допустим, о технических аспектах, вот хотя бы один момент приведу. Вот видите, там у него как бы из головы проходила палочка. Это уже оценка жюри происходит каким-то образом более профессионально. Палочка нельзя это убрать, вот просто каким-нибудь... У нас нельзя фотошопом работать, правильно? На конкурсе никак нельзя убирать или изменять ту природу, которая дана. Значит, у нас каждый год жюри меняется. Главный аспект... Олег должен не только увидеть какой-то вот такой, например, как мы сейчас видим, удивительную историю жизни животных, но еще и очень красиво это снять. Об этом и говорил Олег. О том, что когда в охоте мы видим... Вот это замечательный кадр. Чудесный. Это хороший кадр? Это хороший кадр. Он был в National Geographic и получил много симпатий. Многие тысячи людей отразили его... Возвращаясь к вашему вопросу. В чем сила и сложность фотографий? То, что необходимо учитывать и поведение зверя, и свет, и цвет, и расположение именно его в самом кадре, и то, в какой момент жизнедеятельности он сейчас находится. Вот эти все аспекты должны вместе сойтись на одном снимке, для того, чтобы он был успешным, удачным. И таких снимков 163, 163 отобраны в финал. То есть это такая тяжелая работа, как мы убеждаемся. Андрей Маркович, я вот рассказывал как раз вот... А можно кадр вернуть вот такой вот, я вас попросил бы. Вот последний самый кадр, там была аппаратура стояла, и там медвежонок был. Я вот рассказал, что мы не обязательно должны находиться с животным вот близко к нему приближенно, или принимать какую-то оптику. Там вот хорошо показано, как раз вот медвежонок стоит, вот на треноге, и там стоит фотоаппарат, который управляется с большого расстояния. Вот видите, вот как раз вот он подошел к нему. Его мы снимаем телеобъективом. А где вы в этот момент? Я нахожусь от него где-то метров за 150, вот этого медвежонка. Медвежонка, как вы говорите. Да, а вот эта вот камера позволяет снимать, вот та, которая здесь установлена, она у меня находится на радиоуправлении. Мы используем, кстати, у нас очень много, мы берем от моделистов. Кстати, вот я для управления камерой использую вот всевозможные вот эти вот модельные радиоуправляемые модели. Это для вас такой отдых? Это отдых. Это на самом деле отдых. Это отдушина, потому что у меня есть основная работа. И на самом деле, когда-то в отпускное время или когда-то ты вырвался, скажем, редко получается, на выходной день, на самом деле ты отдыхаешь. Сергей, что такое движение «Блогер против мусора»? Как может блогер, который сидит дома за компьютером, быть против мусора, который находится на улице, и его надо убирать? Давайте сначала разберемся, кто такие блогеры. Блогеры – это не какие-то мифические люди, которые сидят за компьютером и даже в магазин туда не ходят. Блогеры – это самые обычные люди, те, которые живут с вами в одном подъезде, те, которые ходят, водят друзей своих в кино или ходят с собакой. Это люди, у которых есть блог. Что такое блог? Это дневник, журнал, куда он пишет и пытается как-то рассказать о своей позиции всему миру. Таких людей очень много, которые пытаются самовыразиться через такие журналы, интернет-журналы. Я в свое время ездил на рыбалку в Астрахани и делал фотографии рыбаков. И потом, когда я стал эти фотографии обрабатывать, я их обрабатываю все на компьютере, я видел, что они стоят практически на свалке. Там куча пакетов, бутылок, я не знаю, всего мусора. Я стал в фотошопе это все убирать, то есть замазывать. Потом я понял, что не в фотошопе надо убирать, а в реальности надо страну убирать. И я сказал, что, ребят, я написал у себя в блоге, мой блог читает где-то полтора миллиона человек в месяц, то есть достаточно большая аудитория. Я написал, что, ребят, если вам надоело сидеть на одном месте перед своим монитором, и вы хотите действительно что-то сделать для своей страны, не за пряники, не за что-то еще, а просто выйти и сделать, давайте все выйдем там вот в один день и проведемся российский субботник. И ко мне написало очень много людей. Они сказали, да, мы действительно хотим, вот мы в своем городе готовы это возглавить. Каждый блогер, этот мифический персонаж, вышел у себя в городе и убрал? Ну, в первом году у нас выходило 16 тысяч человек в 100 с чем-то городах. Вот в этом году уже больше 30 тысяч человек в 180 городах вышло на улицу и убирало. А что такое убирать мусор? Это же тяжелый труд, потому что это памперсы, это шприцы, это бутылки, это огромные пакеты, которые люди собирают не там, где дворники есть, потому что дворники у нас есть только в городе. А в лесопарковых зонах, куда мы ездим на пикники, никаких дворников не предусмотрено. Там есть два лесника, которые вообще не отвечают за вывоз мусора. Соответственно, только силами добровольцев. А у вас не было идеи обратиться к государству, сказать, ребята, давайте как-то убирать... Сергей, я же смотрю, у вас Александр Александрович Жилкин, вот с Ассанским вы начали, он является одним из активных участников этого блока. Я смотрю. Губернатор Ассарханской области, он сам тоже вышел, он поддержал эту акцию, сам вышел и убирал мусор. Нет возможности обратиться к государству, чтобы не губернатор убирал мусор, а чтобы в лесных массивах были специальные люди, которые... Вы знаете, конечно, есть, наверное, такая возможность, но я хочу сделать что-то своими руками. Я не хочу идти к государству и говорить, государство, помоги мне, давай решим эту проблему. Я хочу... Моя цель какая? Ведь у нас, на самом деле, у людей есть потребность сделать добро. Но, к сожалению, сам человек, он не может выйти, он проснулся с утра, так, сегодня пойду убирать двор, или пойду убирать в лес. И сам пошел, что-то убираешь. Ну, он скажет, ну, дурачок. К сожалению, есть такое общественное мнение. Но если он выходит вместе с другими людьми, если их много, если они все одеты в футболки, они делают общее дело, то, мне кажется, у наших людей есть большая потребность стать частью чего-то, что делает добро. Чего-то хорошее. Потом, говоря о власти, вот я все-таки здесь хочу поддержать, он как раз правильно вышел, он вышел в точку. Не на министерство здесь надо выходить, а выходить на субъекты, на муниципалитеты. И губернатор поддержал. Он не сам ходит с метлой, губернатор, или сам в том числе ходит. Он мобилизует, и сам ходит, но он мобилизует те массы людей, тот миллион жителей Астраханской области, являясь сам авторитетом, и имея рычаги власти. А Сергей в данном случае своими возможностями смог подстегнуть губернатора и другого губернатора, третьего, четвертого. Сейчас уже я там много и смотрю, в общем-то, и авторитетные люди. У вас там и Задорнов появился, еще много людей сейчас появилось в этом движении. Понятно. Значит, теперь у нас очень много разных составляющих сегодня в программе, но одна составляющая у нас есть всегда. У нас есть интернет-обозреватель Алексей Черепанов. Доброе утро, Алексей. Хочу узнать, что говорят о выставке, и говорят ли что-нибудь о выставке в интернете. Андрей, ну зритель, как говорится, голосовал рублем, и в день открытия на фестивале побывали около 10 тысяч человек, желающих так много, что пришлось открывать дополнительные кассы. Если пойдет так и дальше, то необходимо будет искать еще более просторные залы, чтобы вместить всех любителей природной фотографии, написал в своем живом журнале фотограф-натуралист Сергей Горошков. А вот какие комментарии оставляют обычные пользователи сети, уже побывавшие на золотой черепахе. Всем советую. Очень качественные, красочные и интересные фотографии с веселыми объяснениями о съемках. Очень стоящая выставка. Положительные эмоции гарантированы. На сайте афиши.ру пишет Ольга Сергеева. Такого же мнения придерживается пользователь Бэй Хорс. Я тоже вчера была. Очень понравилось. Хорошо, что больше места, чем было в Манеже, свободнее. Да, растет черепаха, что и говорить. Однако этот стремительный рост золотой черепахи, выход фестиваля на новый уровень, переезд из Манежа в ЦДХ и расширение выставочного пространства нравится не всем пользователям интернета. По впечатлениям, так себе, пишет пользователь Темный Волк. Прошлая выставка много позитива доставила. А это, ну, вроде, да, есть клевые кадры, но как-то они потерялись на фоне огромной кучи посредственных. Возможно, сработало расширение масштаба. Размер-то выставки заметно больше стал. Но самое главное, что золотая черепаха по-прежнему дарит посетителям ощущение сопричастности к большому и таинственному миру и демонстрирует то, что обычный человек не сможет увидеть даже за всю свою жизнь. Вот, например, фотография из серии «Мои камчатские соседи», которую сделал Игорь Шпиленок. Подпись к фото в живом журнале. Вороватый и любопытный Кузя нюхает сосульку. А теперь комментарии пользователей. После ваших фотографий у меня изменилось отношение к лисам. Кузя у меня теперь на заставке компа. Любуюсь им каждый день. Кузя мой любимый лис и так далее и тому подобное. Однако в интернете всегда найдется какой-нибудь злопыхатель, который скажет свое фу, даже самые светлые идеи. И вот что пишет пользователь под ником «Гость». Надо не призы вручать за фото редких животных, надо спасать этих самых редких животных от человека. Не презентации надо устраивать, а восстанавливать уничтоженную человеком экологию. Сажать лиса надо, а не языками чесать, а то скоро и фотографировать будет некого. Как мнение этого пользователя относится к нашей гости, интересно? Как вы относитесь к этому мнению? Мы поддерживаем это и делаем на самом деле. У нас прежде всего, обратите внимание, началось с нас, и это не чесание языком, началось с нас, с фестиваля. Год начался, и год непростой. Год экологии в нашей стране. Год защиты природы. И у нас каждый, вот мы же сейчас даже с любым, мы прежде всего являемся первыми пропагандистами, не языки чесать. Мы шествуем, наш союз фотограф-натуралистов шествуют над заповедниками, надо всеми уже, пожалуй, правильно, Александр? Да? В Алдай шествуем. Что значит шествуем? Что шествуем? Работаем непосредственно там вместе с инспекторами, непосредственно защищают природу, следят, чтобы ничего, и очистка, чтобы ничего, полностью работают инспекторы. И не штатными, и штатными. Тот же Шпеленок, привели пример, он проработал штатным инспектором, до сих пор он работает штатным инспектором. А сын его, который тоже с фотографии начал, он директор этого заповедника, кронотского. У нас, скажем, Андриан Колотилин, наш активист, он из Палестовского заповедника просто не выходит, но ведь на самом деле он же постоянно только занимается там и защитой, и идеями всем. Приведу еще один пример. Масейкина у нас. Когда они пришли и открыли студию, фотостудию в Калмыкии, то на этом озере жители для свиней собирали яйца птиц, понимаете, и кормили этим свиней. Как только появились наши фотографы, их появилась там масса, а они все со внештатными, внештатные инспекторы, все это было остановлено, все было прекращено, да на полном уровне, мы уже на власти воздействуем. Понимаете, я вообще занимаюсь законотворством, если честно сказать, так вот, а идеи наших ребят, активистов, положили, что запрет охоты на берлоги, на медведя, охота на белька полностью закрыта, сейчас мы занимаемся серьезно белым, медведя в посаду. То есть, попросту говоря, вы не только фиксируете то, что есть, но и помогаете, чтобы это осталось. Не то, и не то. Мы работаем с крупными компаниями, вот, например, наши водолазы, мы так называем, подводники, они работают очень много с лососевыми, они знают хорошо места проходы, рыбопроходы, места нерастилищ, и экологи Газпрома очень плотно советуются и смотрят, как расположить им трубопроводы, как расположить им платформы, где мы полностью здесь даем консультации. Это защита природы. Я хочу у вас спросить, кто хотите мне ответить. Вот меня совершенно поразила цифра, что в первый день 10 тысяч человек, что явная тяга у людей посмотреть дикую природу. А вы можете эту тягу объяснить? Вот почему, вот я знаю, что мы покажем фильм на канале «Я видел Луару», его будут смотреть люди. А почему, почему вот такие замотанные наши люди, вдруг они идут на выставку посмотреть фотографию? Давайте сейчас мы пока будем параллельно смотреть фотографии, у нас сейчас будут фотографии с оленями. Вот в чем... Я попробую прокомментировать, ответить на ваш вопрос. Вот смотрите. Когда человек рождается, сказки, которые ему рассказывают родители, книжки, которые он читает, и в самое хорошее время он проводит и связан с природой. И это в душе у каждого человека остается. И он проносит наверняка через всю свою жизнь. И еще раз, просмотр любых эпизодов, связанных с дикой природой, через фильм, через вот такие фотографии, как сейчас. Это возвращение отчасти в детство. Возвращение к тем вот истокам, которые в глубине у него есть. Поэтому, естественно, эмоции положительные. Естественно, хочется к этому приобщиться. И, естественно, только вот... Возвращение в детство. Да? А скажите, вот мы сейчас посмотрели оленей. У них у всех... Я вдруг... Я всегда думал, что олени... Ну, олени и олени. Они как же, как люди, все разные. У них какие-то разные выражения их лиц, оленей. А у животных видно, что у них разные характеры? Вот вы когда снимаете, видно, что это разные существа? Или медведь в медведь там? Нет, безусловно, когда ты снимаешь животных, особенно снимаешь его крупный-крупный портрет, то его характер очень виден. У всех животных... Самое простое, да, это собаки. То, с кем мы часто встречаемся, Ведь мы все знаем, что у каждой собаки там есть свой характер. Там одна добрая, вторая нет. То же самое есть и у диких животных. Это никакой разницы тут нет. Они все разные? Все разные, безусловно. Вот это я сейчас первый раз, когда вот олени показали, мне показалось так. Михаил, я хочу у вас спросить, я когда готовился к эфиру, то я прочитал, что вас побудила к киносъемке первый раз «Тетерева». Что как-то вот «Тетерева» в вашей жизни сыграет какую-то большую роль. Да, такое, наверное. Это правда? Или если это правда, то как, а что, как, почему? Ну, «Тетеревина» и «Глухарина» и «Така» это очень интересное, очень необычное зрелище. Я знаю, что любой человек, который увлекается природой, он обязательно рано или поздно захочет попасть и посмотреть, потому что это удивительно совершенно... Это настоящее, как театральное представление. А что такое? Скажи. С восходом солнца, ну, скажем, на «Глухарином» таку, начинаются очень красивые танцы, очень, ну, впечатляющие иногда там представления разворачиваются, там, вроде битв таких ритуальных между птицей, очень крупные, красивые внешне. Вот. И это настолько необычно все, и звуки, которые эти птицы издают, они тоже необычные. не птичьи такие. Вот. И все, само все действие, оно наполнено такой энергетикой невероятной, что вот один раз увидишь, уже больше не сможешь. Я, например, вот с середины 90-х каждый год весну провожу на таках. вообще настоящие рыцарские бои. И вообще, вот порой, я скажу, что наибольший адреналин выделяется именно почему-то, когда наблюдаешь вот на такующих птиц, гораздо больше даже, чем на дерущихся, там, оленей, или на на волка. Понимаете, это вот будоражит. Во-первых, это происходит действительно, глухарь, он с темноты еще начинается, рассвет встречаешь. Все прекрасные эти звуки. А они так будут, чтобы что? А чтобы приманить самку, и чтобы самка выбрала самого сильного, самого достойного и самого красивого. Они в этот момент прихорашиваются и становятся красивыми. Это такое соревнование певцов? Нет, это соревнование рыцарей. Да. Это соревнование рыцарей. То есть победит самый красивый, самый сильный, у кого наиболее сильный генофон. И так вы увидели, как такое, и дальше что? Дальше захотелось это показать друзьям. Вот. Начал пробовать снимать. И постепенно вот увлекся. Сначала, правда, я начинал с фотографий, но потом как-то вот постепенно-постепенно дрейфовал в сторону кино, потому что многие вещи фотографии не передают. Скажем, звуки. Вот. Ток вообще очень сложно передать фотографически. Он сложное явление. Вот. А в кино это как-то проще, нагляднее и гораздо лучше видно всю атмосферу происходящего. Понятно. И давайте сейчас посмотрим фотографии с птицами. И пока вот они будут у нас показываться, я задам вопрос, кто хотите на него ответить. Называется Международный фестиваль дикой природы. Хотя, на мой взгляд, вот сейчас я когда слушал, как рассказывал Сергей по поводу мусора, дикие как раз мы. А природа-то, вот смотрите, она на самом деле очень гармоничная. А наша жизнь, она какая-то дикая, безумная. А в природе все гармонично. Может ли человек, на ваш взгляд, чему-то учиться у природы? Наверное, может. А чему? Он и обязан... Смотрите, какая красота. Он и обязан учиться... Вот это как раз глухарит такое ощущение. Он и обязан учиться у природы, потому что нет ничего гармоничнее природы. Природа нас создала. Понимаете? Природа нас создала. Мы пришли. Мы дети природы. А как учиться? Вот это все правильно стало. А как? А вот лучше природы, наверное, никто не делает красоты. Вот понимаете, обратите внимание, все художники, все, кто воспроизводил, делал отображение мира, он прежде всего отображал красоту, обязательно красоту природы. Природа ведь не только это вот деревья, не только это животное. Природа, я сказал, что уже это игра света. Это... Но обязательно, если отображают человека, то обязательно идет отображение света, чередование света. Это все нам дает природа, потому что в основе всей природы стоит солнце. Вот скажите мне, вот человек приходит на вот этот фестиваль, смотрит замечательные фотографии, часть из которых мы смотрели. Чему он может научиться? А прежде всего, вот понимаете, вот слово дикой природы, сейчас Александр как раз вот, вот это слово, мы с ним оспаривали вместе. Я говорю, ты что термин берешь, вот там, ну, white life, по-моему, называется, да? Во всем мире. Это мода к тому, что к миру? Нет, а на самом деле он меня убедил здесь в этом случае, потому что нам нужно людям показывать именно природу, то дикое, значит, девственное. Она гармоничная природа? Или я неправильно понимаю слово дикий? Слово дикий, это сумасшедший, пьяный человек, который садится в машину, вот он дикий. А олени, они гармоничные, чудесные. Мы когда говорим о сохранении природы, очень часто используют слово экология. И в последние годы, чересчур часто, оно уже во многом извращено. Экологический фестиваль, это совершенно не то. А когда мы говорим в городе, в наших бетонных джунглях, показывая людям именно дикую природу, мы пытаемся им рассказать о том, что вот создает наш планет. Потому что дикая природа, это вот как уже Олег сказал, это экосистема. Мы с вами сейчас уже общаемся около часа здесь, и сделали, каждый из нас сделал определенное количество вздохов. Откуда? Как мы это получили? Это создала природа, она дала нам это. И сохранение ее через любые акции, через любые демонстрации, фильмов, фотографии, еще чего-то. Это задача каждого из нас. Мы должны пытаться и учиться, и продолжать. Я бы еще, наверное, добавил, знаете что, для чего вообще все эти фотографии нужны? Есть такой в последние годы термин, как природоохранная фотография. То есть фотограф пытается показать дикую, то есть неодомашненную природу, то, что люди обычно не видят, то, куда они сами не могут добраться. Для того, чтобы показать, насколько она красива и насколько, посмотрите, что, ребят, вот эта природа, она еще естественная и девственная и первозданная. Сюда еще не дошел человек. И они через фотографию пытаются донести идею о том, что человек должен очень внимательно и аккуратно контактировать с природой. И он ни в коем случае не должен нарушать экосистему. Вы верите в то, что люди могут вас услышать? Конечно. Посмотрите, сколько людей. И действительно посмотреть, увидеть... Вот давайте еще посмотрим какую-нибудь фотографию, которая у вас там спрятана. Вы знаете, я и буду как раз говорить одновременно. Вот смотрите, вот увидите. Люди могут услышать только через искусство и через искусство. Вот лучше всего довести до человека, вот понимаете, вот просто вы молодец, конечно, вы любите беседовать. Да, это один способ. Но лучше еще воздействовать, беседовать и сопровождать вот эту беседу чем-то демонстрированием. Так мы что, собственно, и делаем сейчас? Мы же сейчас этим и занимаемся. Вот понимаете, одно дело слово, но к нему, если добавить еще визуальный эффект, да еще если добавить эффект, понимаете, вот о чем говорил как раз Михаил, внутреннее воздействие. Вот я хочу сказать, у нас были на первый день были из Норвегии приехали у нас фотографы, фотографы из Норвегии приехали, и они сделали презентацию, интереснейшую презентацию, просто взяли составили фильм «Слайшоу», как мы называем, но снабдили, звук наложили, как в фильме. То есть, если это уточка, то она делает бульк, если это сосулька, она делает кап, и мы слышим, все это идет на фоне музыки. Я наблюдал, когда 600 человек, вообще-то было не 600, зал на 600, а в нем было 700 с лишним человек, потому что стояли люди. Была тишина полнейшая, 30 минут все были тишина, и вдруг, когда пошли титры, был такой вот вздох, какое-то сожаление, что закончилось, и аплодисменты грохнули. Вот нравится это людям все вместе, сочетание всего этого. Михаил, я хочу вас спросить. Вы снимаете совершенно уникальное кино, абсолютно, которое может снимать только невероятно увлеченный человек. Вот нельзя человека заставить снять фильм «Я видел Лулара», невозможно заставить, ни за какие деньги. Вот либо он, ему интересно увидеть Лулара или нет. Вы верите в то, что ваши фильмы могут воздействовать на людей в том смысле, что люди будут иначе потом относиться к природе? Не, ну, насильно заставить человека не получится все равно иначе относиться к природе. А смысл ваших фильмов тогда в чем, кроме познавательного? Я просто высказываю свое мнение, показываю свой взгляд, а человек, зритель потенциальный, да, он сам выберет. Нравится ему, не нравится, переключит канал. То есть тут, ну, я не рассчитываю, я не думаю о том, как зритель прореагирует. Я просто говорю о том, что меня беспокоит в данный момент. Вот. То есть вы человек, который выходит на площадь и кричит, а услышит вас, не услышит вас? Нет, он работает с нами, в кооперации, вот если так можно выразить, примените слово. Вот понимаете, вот мы идем, все работают в кооперации, мы вместе направлены, вообще-то основная цель, почему в год экологии. Вот этот фестиваль, он на защиту природы направлен. Эколог, скажем, Мисков, Александр, он кладезь идей, он это подсказывает. Там, значит, законодатель, Пантелеев, допустим, он использует свои какие-то административные рычаги, увлечения этим, значит, отображает мир, Михаил наш отображает, используя возможности интернета, современные возможности, Сергей использует все. И в комплексе мы на самом деле, мы учим людей, как нужно защищать. Когда это все вместе сложишь, получается не просто искусство, но еще и люди начинают знать, что как это делать, чтобы сберечь ее. Может быть, не только учим, приглашаем. Да. Пойти с нами на месте. Скажите мне, любой человек, который смотрит сейчас нашу передачу, во-первых, я надеюсь, что он захочет пойти в Дом художника, на ваш фестиваль, потому что вы очень интересно об этом рассказываете, но любой человек понимает, что слово экология и катастрофа у нас состоит сейчас рядом. Экологическая катастрофа. Как вам кажется, кто хочет ответить, эту ситуацию в принципе можно изменить? В принципе можно изменить отношения государств, стран, людей к природе? Александр, у нас доктор экологии. Доктор экономики по экологии, да. Безусловно, можно. Не теоретически, а практически. Можно. Но я уверен, что основное в этом это образование, участие людей самих в любых акциях, которые им предлагаются. Образование на уровне детского сада, постепенное, через школу, через что-то еще, и взрослого человека. Наши выставки, они как раз позволяют рассказать, показать, вот фильм у Михаила, позволяют рассказать, как это можно делать. Это есть некий элемент образования. Акции Сергея позволяют с этим, с небольшим образованием, знанием уже самим участвовать. И вот этот симбиоз, и чем больше людей будут в этом участвовать, тем больше. А вам кажется, сдвиг какой-то происходит, седьмой международный фестиваль. Сдвиг какой-то происходит в сознании людей? Происходит. Откуда вы знаете? По количеству людей, приходящих, по количеству людей, которые ждут. Они ждут фестиваль не просто потому, что они хотят увидеть веселые или какие-то интересные картинки. Они хотят лишний раз еще посмотреть о том, что делает человек, как существует сейчас природа, что они могут для этого сделать. Во-вторых, мы видим, как энтузиасты по всей стране, энтузиасты по всей стране начинают придумывать собственные проекты, собственные акции, участвовать в чем-то, предлагать свою помощь. Идет, обязательно идет, я вижу это, сдвиг сознания. Олег Евгеньевич, как государственный человек. На самом деле происходит сдвиг в экологическом сооружении? Я скажу просто, не как государственный человек, а я прочитал, я прочитал просто это на блоге, вот как раз у Сергея, и один человек, я не помню, его ник, он сказал так, вот, я примерно процитирую, он говорит, орги золотой черепахи смогли объединить вокруг себя очень много людей. На самом деле с нами у нас очень много друзей, это наши друзья, мы их называли фамилии многих уже, сделали так, что за 6-7 лет, это не я говорю, человек, который оппозиционер во всех отношениях, за 6-7 лет отношение людей в России к природе повернулось в лучшую сторону, настолько значительно, что это можно визуально увидеть, то есть, вот понимаете, вот эта оценка человека, который вообще, вы, наверное, Сергей догадался, о ком я веду речь, и кто это написал, у него есть свой блог, тоже это известный блогер, но он вот выразил это, понимаете, а человек, который, в общем-то, на самом деле, серьезный, вообще вот по своей натуре, он оппортунист такой, вот понимаете, он отрицает, нигилист даже, как я сказал. Сергей, хочу вот вам задать конкретный вопрос, уже конкретно вам. Вы много снимаете то, что мы решили называть дикой природой, хотя я настаиваю на том, что это гармоничная природа, дикая природа, это мы с вами. Чему вас научило общение с дикой природой, вот лично вас? Знаете, общение с дикой природой, я действительно люблю снимать не только животных, но и пейзажи, да, то есть я очень люблю пейзажи, на которых нету людей. Я очень не люблю страны, где, вот знаете, там типа Индии, приходишь, вот куча людей, мне вот это не нравится, мне больше нравится пейзаж, где никого нет, потому что в этом пейзаже я вижу то, какой наша земля была, может быть, миллион лет назад. Но я вижу нашу землю такой нетронутой человеком. Я вижу ее красоту, я вижу рассветы и закаты, я вижу красивое освещение, я вижу зверей, которые живут и не думают о том, что в них сейчас кто-то будет стрелять из ружья. И мне кажется, что вот такие знания, они помогают мне в жизни быть, во-первых, более терпимым и терпимее относиться ко всему, что происходит вокруг. Мирода учит быть терпимым? Да. Конечно. Конечно. Это требует объяснения. Я такого не слышал никогда. Ну, смотрите, во-первых, не только терпим, но и терпеливым, потому что когда ты сидишь в засаде, грубо говоря, и ждешь, пока животное что-то сделает, чтобы его снять, нужно терпение. и эта терпимость, она относится к тому, что мы смотрим на зверей, мы смотрим, как они себя ведут, как они живут. И я понимаю, что мне нужно терпение для того, чтобы не вмешиваться, и терпимость к тому, как себя ведут эти животные, для того, чтобы не вмешиваться в их жизнь. И я это переношу на, грубо говоря, свою современную жизнь. Я понимаю, что вокруг меня живут какие-то другие люди, какие-то процессы происходят, и я отношусь к ним терпимее. Потому что я... Андрей Баркевич, я хотел бы добавить, вот если можно, вы позволите. Вот вы мне задавали вопрос насчет охоты. Вообще, как бы, я человек, который по жизни очень много общался с оружием, все, в общем, за меня заключали четыре войны. И я хочу сказать, вот слово терпимость, вот их хорошо применили. Вот ведь именно страсть, вот то, что я занимался охотой, это страсть, это страсть, которая идет по наследству поколениям поколениям. Так вот именно терпимость, вот та терпимость, которую меня научила природа, бросить вот эту вот страсть, оставить оружие, быть добрее. Я понял, что самое сильное оружие это не то, которое стреляет. Понимаете? Самое сильное оружие это красота и умение этой красотой убедить других людей, что надо в жизни, добро, это выше всего. И победить можно только добром, но ни в коем случае не злом. Я вам совершенно убежденно это говорю, и это меня научила природа. Михаил, чему вас научила природа? Если это можно... Ну, трудно сказать все вместе. Но в первую очередь, наверное, действительно терпению, терпению, потому что очень сложно добиться хорошего кадра, когда ты настроен на что-то, ну, на какую-то там активность, думаешь, пытаешься пересилить себя, пытаешься как-то природу заставить открыться насильно. Это невозможно. Можно только терпение и терпение в этой работе возможно. Во-вторых, очень интересно, что... Ну, я больше по птицам специализируюсь. У птиц очень яркий эмоциональный мир. Он, правда, не виден неопытным наблюдателям, но со временем начинаешь, когда его видеть, насколько они непосредственны, насколько они открыты, это очень производит сильные впечатления и, вероятно, даже влияет на твой внутренний мир. Скажите мне, пожалуйста, можно ли говорить, что меня все время вообще очень интересуют дети и проблемы, связанные с детьми. Вот у нас уже эфир подходит к концу. Для меня важный вопрос. Можно ли сказать, что для ребенка посещение этой выставки может быть огромным событием? Именно для ребенка. Взрослый человек это понимает, но именно для ребенка. Он посмотрит на вот это все и потом станет другим. Так можно? А вы приедете, посмотрите просто. Это надо видеть. Но я не ребенок. Ну нет, надо посмотреть на детей. Вот понимаете, у нас вообще по популярности сама, мне кажется, одна зона детская. И надо смотреть в глаза этим деткам. Что они... Вот детские глаза никогда не обманут. На самом деле, я стал радоваться, что у нас фестиваль получился, Александр об этом сказал. Только тогда, когда я увидел, вот пришел в детскую зону и увидел глаза детишек. Это так? Он бы сказал, что для детей это, можно сказать, обязательная программа для посещения. Для родителей с детьми. Почему? Потому что, а, я еще раз говорю, что это однозначно положительные эмоции, б, это некий элемент образования, и в, это возможность приобщиться к культурным проектам, которые там проходят. Мне остается сказать вам всем огромное спасибо. Я узнал массу для себя нового, честно вам скажу. И хотя мне всегда казалось, что я люблю природу, но оказывается, я, может быть, это дело не совсем умело и правильно. Я хочу напомнить, что сегодня мы говорили о седьмом фестивале «Золотая черепаха», который проходит в Центральном доме художников. У нас в гостях был Олег Пантелеев, президент седьмого московского международного фестиваля дикой природы, президент Союза фотографов-натуралистов, Александр Мисков, исполнительный директор фестиваля, который все это придумал, Сергей Доля, блогер, который представляет движение «Блогеры против мусора», блогер и путешественник, и Михаил Родионов, режиссер и оператор, представлял свой фильм «Я видел у Лара». Целиком этот фильм вы сможете в ближайшее время увидеть на канале «Культура». Я хочу сказать, что, мне кажется, бывают такие в жизни истории, когда нужно отвлечься от суеты и окунуться в вечное. Я настаиваю на то, что дикие мы, а природа гармонична. Вот, мне кажется, надо обязательно общаться с этой гармоничной природой хотя бы с помощью фотографий и фильмов. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. С вами был Андрей Максимов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok